Незнание закона не освобождает от ответственности. Это выражение целиком применимо к природоохранному законодательству. Министерство экологии Московской области за год выявило более 3200 нарушений в сфере охраны окружающей среды. Наложено штрафов на сумму более 130 миллионов рублей. Вред, нанесён на окружающей среде, превысил 3,5 миллиарда рублей. О нововведениях в природоохранном законодательстве представителям малого бизнеса на семинаре рассказали специалисты министерства. Возросшие штрафные санкции, к примеру, за несанкционированный сброс сточных вод, могут поставить под угрозу дальнейшее существование предприятия. Задача министерства – предупредить о последствиях. Мы в этих случаях, как правило, рассчитываем вред или почвам, или водным объектам. Поэтому хочу обратиться в тайги бизнеса у нас есть, обращать на это внимание. В некоторых случаях это может привести вообще к банкротским предприятиям. Несвоевременное предоставление отчёта о проведении производственного экологического контроля, совершение выбросов при неблагоприятных погодных условиях. За эти нарушения также предусмотрены административные санкции. Вместе с тем, самое распространённое нарушение по оценке Минэкологии – отсутствие лицензии за недропользование. Финансовая ответственность юридических лиц начинается от 800 тысяч рублей. Под категорию подпадают садовые товарищества, использующие собственные водоносные скважины. С появлением цифровых технологий поиск нарушителей значительно упростился. Юристы правового управления министерства рассказали о судебной защите прав государственных интересов по возмещению ущерба, причинённому окружающей среде. Верховный суд по этой теме выпустил отдельное постановление. Опыт накоплен богатой. Судами Московской области удовлетворены требования Министерства экологии на миллиард рублей. «Набыло рассматриваемого постановления является выработка Верховным судом подхода к распределению ответственности между лицами, совместно причинившими вред. Выбор характера ответственности, солидарно или долевая, поставлен в зависимости от того, совместно или изолированно действовали причинительные вреда». К примеру, выявлена свалка мусора. К ответственности привлекаются как собственник участка, так и тот, кто эти отходы привёз. Вступили в силу изменения в закон о недрах в части лицензирования подземных вод. Теперь получать лицензию обязаны все юридические лица, добывающие из недр воду. По упрощённой схеме получать лицензию разрешается садоводческим и огородническим некоммерческим объединением, при условии, если скважина пробурена на участке, принадлежащем физическому лицу, а объём водопотребления не превышает 100 кубометров в год. При этом сама скважина не должна быть пробурена на глубину, на которой в том же месте добывают воду для централизованного водоснабжения. Подробности можно узнать в территориальном фонде геологической информации, расположенном в Москве.